Привет всем, с вами Джексон и сегодня мы соберем еще один радиоконструктор, который недавно мне пришел из Китая На этот раз вот такой набор, вот его печатная плата, набор несложный, стоил недорого Тут у нас есть SMD компоненты, мне интересно собрать, честно говоря назначение этого набора не знаю Я знаю, что могу сказать, тут у нас по кругу идет 10 светодиодов, есть кнопка, микросхемы какие-то А что именно они делают, я не знаю Вписание точного этого набора нету, поэтому ничего сказать не могу, инструкции к нему тоже никакой не было Но в общем давайте соберем, тут деталей немного, тут в основном SMD компоненты, не считаясь светодиодов, конденсаторов и кнопки Ну в общем давайте начнем это дело собирать Сегодня у нас печатная плата будет немного необычной позиции, поскольку тут у нас SMD компоненты Их удобно понять только на ровной поверхности, прежде чем будем их паивать, нужно залудить все их пяточки Начнем мы с резисторов, у нас тут две пары, одни резисторы у нас на 10 кОм, вторые резисторы у нас на 470 кОм И отличаем мы по маркировке на резисторах, то есть у нас тут есть маркировка 103, которую вы навряд ли видите 103 это значит у нас 10 кОм, а тут у нас 474, это у нас значит 470 кОм По этой маркировке мы ориентируемся После того как я впаял все резисторы, кстати говоря, один у нас был лишний, у нас на 10 кОм, всего лишь одна тут штука на печатной плате Мы впаиваем диод, отрицательный контакт диода идет со стороны черточки, вот этой черной Из очень мелких деталей у нас остался вот такой вот только транзистор, на нем маркировка J6 Устанавливается он вот сюда, нетрудно догадаться, каким образом его вставить Из SMD компонентов нам осталось впаять только две микросхемы, ориентируемся по ключу, то есть в нашем случае это полоска и на одной, и на другой микросхеме И на печатной плате у нас вот тут вот есть с краю ключ, такое углубление И к этому углублению мы совмещаем полоску, то есть например на этой мелкой, вот это углубление, вот полоска на микросхеме Я впаял все SMD компоненты, вот так это все дело выглядит Осталось нам вставить только полярные конденсаторы и светодиоды, как всегда мы ориентируемся по ножкам Длинная ножка плюс, короткая ножка минус, что у конденсаторов, что у светодиодов, то есть мы ориентируемся всегда по ножкам Я собрал наш набор, вот так он выглядит в итоге Давайте попробуем его запитать, питается он трех с половиной до шести вольт, запитаю я его от USB Подсоединил два таких коннектора Подсоединяем, у нас загрелся стадиод, у нас есть тут кнопка, давайте пробуем нажать У нас тут есть такие световые эффекты И это у нас колесо фортуны, то есть видите, оно выбирает рандомное число от одного до десяти По кругу так идет, красивый эффект, мне нравится Этот набор мне напоминает электронные игральные кости Принцип тот же, кроме того, тут одинаковые микросхемы, как видите, схема работает При этом выглядит достаточно красиво, ну вот такой у нас рандомизатор, если можно вот так назвать, допустим, для каких-нибудь настольных игр Работает, стоил копейки, интересно собрать, кроме того, у нас S&D компоненты, которые не так уж легко впаять простым паяльником Ну, в общем, вот такой у нас набор получился маленький, компактный, возможно, кому-то будет полезный Но я собрал вопрос из интереса, как видите, все отлично работает В общем, с вами был Джексон, подписывайтесь, ставьте лайки, если вам понравилось видео И, в общем-то, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok